Украина столкнулась с огромным количеством вызовов сейчас, как политического, так и экономического характера. Абсолютно очевидно, что состояние военных действий на юго-востоке страны точно не добавляют к нашей стабильности, точно являются серьезным аргументом, почему впервые за новейшую экономическую историю мы наблюдаем с вами за первые полгода 2014 года отток прямых иностранных инвестиций. Абсолютно очевидно, что состояние военных действий на юго-востоке страны точно не добавляют к показателям нашего реального сектора. Мы видели с вами совершенно негативную статистику с точки зрения падения ВВП. И боюсь, что это не последняя плохая статистика, которую мы видим, и прогноз, который мы выставляем в Международном фонде Блейзера по результатам этого года, это минимальное падение на отметке около 7%. Мы также понимаем, что падение экономики будет происходить не только в целом по Украине, а прежде всего в тех регионах, которые и охвачены войной, и в тех регионах, которые так сильно были завязаны на торговлю с Российской Федерацией, с Белоруссией и Казахстаном. Мы видели с вами статистику первого полугодия, что наш экспорт на территорию России снизился практически на 25%. Не забывайте, что Российская Федерация до последнего времени по результатам 2013 года занимала четверть в нашем экспорте. Учитывая, что мы экспортно-ориентированная страна и половину нашего ВВП получаем за счет экспорта товаров, абсолютно очевидно, что если экстраполировать этот эффект в целом на год и предположить, что падение нашего экспорта на территорию России останется на уровне 25%, во что в принципе я не очень верю, то даже при таком раскладе эффект по нашей экономике может быть минус 6-7% нашего ВВП. Абсолютная правда, что с этой точки зрения, конечно, возникают вопросы, а каким образом мы сможем компенсировать то серьезнейшее падение, которое было в нашей торговле на территорию России. Я также понимаю, что был нанесен удар и со стороны Беларуси, минус 10% в нашем экспорте за тот же период времени, и больше, чем 50% в нашем экспорте в Казахстан. Для экспортно-ориентированного государства, для экспортно-ориентированной страны это колоссальный удар. Верить в то, что мы сможем компенсировать наши экспортные потоки в краткосрочном периоде времени, это значит просто закрывать глаза на реальность. К сожалению, наше продвижение и наша подвижка по пути подписания соглашения о зоне свободной торговли не даст быстрого краткосрочного эффекта. Абсолютно очевидно для всех нас с вами, что в долгосрочном плане мы действительно получаем целый ряд преимуществ, связанных с тем, что для нас больше открываются европейские рынки. Мы сможем увеличить туда наши экспортные потоки. Я оставляю за скобками вопрос, какие экспортные потоки. Но в принципе мы можем увеличить наши экспортные потоки. Но тоже абсолютно очевидно, что то падение, которое будет по другим направлениям, не удастся компенсировать на протяжении этого года даже за счет вот такой, может быть, активной позиции части наших экспортеров. Я уверен, что части компаний, к тому же AgroGeneration, Джону Шмаргуну, наверное, будет легче с точки зрения того, что все-таки производители сельскохозяйственной продукции находятся в некотором выигрышном положении по сравнению, скажем, с украинскими машиностроителями. Но я также понимаю, что тоже вопрос переместить свои экспортные товарные потоки на другие рынки и сделать это в краткосрочном периоде времени крайне тяжело даже для успешной сельскохозяйственной компании. Я предположил бы, что базовый сценарий, на который мы должны ориентироваться, это то, что в конце концов мы получим режим, так называемый MFN, Most Favored Nation, с таможенным союзом. Это означает, что у нас ведутся торговые ограничения. Это можно предположить, что порядка 7-10% будет наш торговый барьер с Россией. Но если это все, что мы можем получить, и не будет так называемых нетарифных ограничений, что активно применяет сейчас Россия по отношению к Украине, то тогда можно считать, что мы выиграли, и это будет серьезной победой, несмотря на то, что в публичной плоскости, я не исключаю, это будет озвучиваться как серьезный удар по украинской экономике. Но этот удар будет означать для нас потерю около 1,5% нашего ВВП. Тот удар, который мы можем испытать сейчас, может означать минус 6, как минимум, процента, вот если предположить, что на 25% снизится наш экспорт на территорию Российской Федерации. Страна подвержена колоссальному количеству вызовов. Мы видели с вами глубочайшую девальвацию гривны. Мы видели с вами обмельчание золотовалютных резервов. Мы видели с вами и можем предположить, что целый ряд проблем может возникать в будущем, и притом в краткосрочном периоде времени в Украине, в том числе и по отношению к коммерческим банкам. Вспомните ту прошлую девальвацию минус 60%, сравните ее с этой девальвацией. Я просто хотел бы вас вернуть в историю и напомнить, что в тот момент времени по оценкам фича доля плохих кредитов, так называемых non-performing loans, возросла в банковском секторе до 42%. Что будет сейчас с качеством кредитного портфеля украинских коммерческих банков? Сложнейший вызов, который стоит перед украинской банковской системой, это как рекапитализировать ее, где найти дополнительные средства для того, чтобы сохранить стабильность системы. По нашим оценкам, которые мы делали в Международном фонде Блейзера, дополнительная потребность капитали для банковской системы может составить порядка 5% ВВП. Можно ли найти в краткосрочном периоде времени 7 миллиардов свободных денег для того, чтобы рекапитализировать украинскую банковскую систему? Для нас это остается все еще открытым вопросом. Не так хорошо чувствуют себя компании, не так хорошо чувствуют себя сейчас владельцы банков, для того, чтобы влить туда этот капитал. На кого ляжет эта нагрузка? Скорее всего, на налогоплательщиков. Мы задыхаемся от дефицита государственного бюджета и от того популизма, который 23 года существовал в украинской экономике. С одной стороны, у нас был колоссальный запрос на популизм, с другой стороны, у нас было огромное количество политиков, которые были с радостью готовы предоставить вот такие элементы популизма своим избирателям, населению страну. В результате мы имели с вами до последнего времени дефицит государственного бюджета на уровне 8,5% ВВП, что по всем определениям является колоссальным дефицитом. Это был выдержанный параметр с Международным валютным фондом. Ситуация изменилась, мы тратим больше на обороноспособность, наша экономика падает, нам надо собрать деньги для того, чтобы восстановить восток страны или юго-восток страны. Десятки тысяч людей без крова над головой, сотни тысяч инфраструктурных объектов разрушены. Где взять деньги по оценкам премьера, вы слышали, или все мы с вами слышали, это порядка 8 миллиардов долларов, но никто не знает точной цифры, потому что для того, чтобы знать точную цифру, надо провести инвентаризацию. Последний, насколько я понимаю, оговоренный параметр с МВФ, то, что наш дефицит будет 10,1% ВВП, я бы напомнил вам, что греки, когда падали в пропасть, продали в пропасть с отметки 13% ВВП дефицита государственного бюджета. Соответственно, нужны жестчайшие меры и понимание со стороны населения страны, что реформы все равно необходимы. Более того, я бы предположил, что такая катастрофическая ситуация в украинской экономике, которая очень тесно будет сопряжена с возможными социальными конфликтами, потому что, на наш взгляд, уровень концентрации падения экономического будет сосредоточен как раз на юго-востоке страны, в том числе и за счет войны, и в том числе за счет совершенно недружеских действий со стороны Российской Федерации по отношению к нашим экспортерам. Но экономика не падает сама по себе, она падает и растет безработица. И если рост безработицы по прогнозу Международной Организации Труда или по методологии Международной Организации Труда до конца этого года может составить порядка 10% на территории Украины, то какой уровень безработицы будет на юго-востоке? Мы верим в то и продолжаем жить в иллюзии, связанной с тем, что пороговый уровень безработицы в Украине может быть так высок, как, например, в странах периферийной Европы, когда 25% не означало невозможность погашения возможных социальных взрывов и всплесков. На мой взгляд, это серьезнейший фактор риска. И это для меня означает, что кто бы ни был во главе страны сейчас, нет никакого выбора, кроме того, чтобы запустить не просто реформы, о которых 23 года мы говорим в этой экономике, а запустить высокоскоростные реформы. Нам кажется, что и в наших частных беседах, в нашем публичном обсуждении у нас есть абсолютно четкое понимание части руководства страны о том, что эти реформы должны быть запущены. То, что артикулировал Арсений Яценюк на последнем заседании в среду Кабинета министров, это вопросы, связанные с реформированием государственного управления. Мы считаем, что это краеугольная реформа, которую надо провести в экономике Украины. И потом уже бороться с тем, от чего задыхается украинский бизнес. Спросите у любого бизнесмена и инвестора, сидящего здесь. Есть три основных преграды, о которых они говорят на протяжении последних десятилетий. Коррупция, отсутствие верховенства права, колоссальные административные барьеры для ведения бизнеса. Убрать и расчистить поле. И только это даст возможность в 15-й год, я не говорю о 14-м, 14-й сложный, но 15-й год пережить более-менее нормально, с условием роста около 1-2% при максимально хорошем развитии ситуации. Но тогда будут заложены основы для долгосрочного экономического роста уже со второй половины 15-го года. И тогда украинская экономика может выйти из того колоссального кризисной ситуации, в которой она находилась и находится сейчас. ВВП на душу населения у нас в три раза меньше. По паритету покупательной способности у нас 7,5 тысяч долларов на человека. В соседней Польше 22 тысячи долларов. Мы продолжаем жить в иллюзии, что население просто из-за патриотизма не будет эмигрировать из страны, в которой разница в уровне жизни будет расширяться с периодом времени. Я не верю в такой расклад. Я верю в украинский патриотизм, но я верю, что через какой-то период времени будет жить и прагматизм в наших умах. И тогда мы рискуем тем, что мы потеряем не только молодых и самых высококвалифицированных, но потеряем и более старшее поколение, и не очень квалифицированное. Миграционные потоки могут быть колоссальными. Поэтому вопрос реформ сейчас – это вопрос национальной безопасности страны и вопрос выживания страны как таковой. Спасибо. Продолжение следует...